Сейчас нужно резко изменить эту тему лекций и поговорить о топологии, а именно о покрытии, окружности, сферы, трёхмерной сферы и так далее при помощи открытых множеств. Для тех, кто совсем никогда не занимался топологией, на всякий случай давайте я объясню, что такое мерное пространство. Это все наборы, где это любые вещества числа, в обычной трёхмерной пространстве 3 координаты, в нмерной пространстве n координаты. Что такое сфера? Это множество точек, для которых сумма квадратов некоторая конкретная величина. Это сфера радиус 1. Если сфера радиус r, то там будет r квадратов. Как выглядит одномерная сфера? Одномерная сфера просто-напросто окружность. x квадратов и супер квадратов одно единицы. Духмерная. Это одномерная. Смотрите. Вот это уравнение задаёт n минус одномерную сферу в n-мерном пространстве. Это очень важно. Размерность сферы на единицу меньше, чем размерность пространства, в котором она лежит. Понятно, о чём тут? Угу. То есть, если у вас плоскость, то окружность она одномерная. Вот шутку гречесных мерей. Это вот в сколько направлений, в которых вы можете независимо пойти, да? Вот здесь реальное направление одно. Соответственно, когда у вас двумерная сфера, то она где лежит? В трёхмерном пространстве. Правильно? Это граница шара. Да. Проблем нет? Да. Проблем нет. Хорошо. Так вот, я сейчас формулирую понятие. Открытое множество вместе с каждой своей точкой содержит хотя бы какую-нибудь окрестность. Типичный пример открытого множества напрямую – это интервал бесконцов. Понятно, что я сказал? Бесконцов. Почему это множество открытое? Потому что, какую точку не возьмите, вы можете вокруг неё взять маленькую окрестность, которая целиком в этот интервал попадёт. Так? Так. Так. Так вот, давайте сейчас докажем такое простое утверждение. Если окружность покрыта двумя открытыми множеством, то хотя бы у одного из них есть две диаметрально противоположные точки этой самой сферы. Я понимаю, что это с первого раза тяжело слышать. Поэтому давайте, ну, что сказать, внимательно внимательно дайте слово. Окружность покрыта двумя. Заметьте, окружность – она одномерная. Окрыта двумя открытыми множествами. Так вот, в таком случае хотя бы одной из них содержит две противоположные точки. Поскольку эти две противоположные точки будут всё время звучать, то иногда для красоты говорят антиподальные. Две противоположные точки. Имеется в виду, диаметрально противоположные. Вот если окружность, представьте себе, покрыта каким-то одним множеством. Имеется в виду один провал, да? Вот. Этому же множеству принадлежит другой. Этому же множеству принадлежит третий, да? Вот. Утверждается, что как ни не сотряйся, но если покрыто одним открытым множеством и покрыто каким-то другим, и так что вместе покрыто всё, то тогда одно из этих множеств должно содержать в диаметре противоположные точки. Множество называется открытым, если вместе с каждой своей точкой оно содержит какую-нибудь окрестность. Ну, то есть наш шаг с центром этой точки. Понимаете? Да, всё просто. Вот у вас есть окружность. На ней есть два множества, да? Берём одно из них. Оно открытое? Да. Но они оба открыты. Оно открытое. Это значит, оно содержит какой-то интервальчик. Да. Так давайте возьмём точку на этом интервале и, например, по часовой стрелке пойдём от неё пока можно. Ну, в математике это называется «рассмотрим точную верхнюю грань». Вот. Просто движемся по часовой стрелке, пока мы находимся в нашем множестве. Ну, если вот так пройдём всю окружность, то значит, значит, оно просто содержит всю окружность, всё хорошо. Если же в какой-то момент мы дальше идти не сможем, то это будет означать следующее. Мы дошли до точки, которая уже что делает? Не принадлежит первому множеству. Но заметьте, все точки перед этим принадлежат. Угу. То есть у нас есть точка из первого множества, интервальчик целый из первого множества, а вот эту точку уже из второго. Давайте я напишу. Вот это из множества А, это из множества Б, а всё между ними из множества А. Так? Угу. Так это же всё просто. Надо взять точку диаметра противоположного в точке Б. Есть варианты. Если она принадлежит Б, то что тогда? Нет, что будет тогда? Это принадлежит Б и диаметр противоположного принадлежит Б. Всё хорошо. Это то, что надо. У одного из них есть две противоположные соски. Решили задачу? Решили. Значит она Б не принадлежит. Значит она кому принадлежит? А. А. Значит эта точка из множества А. На секунду. Множество А открытое. Значит если эта точка принадлежит, то есть влево-вправо чуть-чуть выходим, всё ещё есть множество А. Но здесь у нас есть точка из множества А. Да. Значит мы здесь двигаемся. Попадаем туда. И здесь двигаемся на столько же. А. И это две диаметральные противоположные точки из множества А. Угу. Давайте ещё немножко поговорим после проспела. Вот если сфера покрыта тремя множествами. Как вы считаете? Тогда мы что-нибудь сможем получить или не сможем? Если двумерная сфера, то есть сфера расположена в двумерном пространстве, покрыта тремя открытыми множествами. Услышите? То хотя бы в одном из них есть две противоположные точки. Так вот, просто наивно отражать, походив по окружности, для сферы это уже не докажешь. И чтобы доказать этот факт про сферы, нужна теорема Боржского углома. И сегодня теорему Боржского углома я доказывать не буду. Потому что это просто отдельная тема, довольно интересная, и из нее много всего следует. Значит, я сформулирую теорему Боржского углома. Она, кстати, интуитивно абсолютно очевидна от теоремы. Иногда это рассказывают так. Пусть по одной оси мы откладываем температуру, по другой оси откладываем давление. В любой момент времени на поверхности Земли есть две точки, давление и температура в которых одинаковые. То есть вы мгновенно переноситесь из точки в противоположную и обнаруживаете, что там давление и температура такие же. Почему это интуитивно понятно? Потому что смотрите, что такое по большому счету отображение алисосферы на грузкости. Но это надо взять мячик и его как-то помять, немножко где-то чуть-чуть раздвинуть, где-то чуть-чуть сузить и положить. Правильно? Но когда вы кладете, понятно, что у вас в одну точку, грубо говоря, в два слоя. Ну и скорее всего, у каких-то противоположных точек, там много чего слопывается над углом. Вы не можете как-бы разложить сферу по плоскости. Потому что порвется. То есть при попытке как-бы разложить, у вас порвется. Ну, это не так просто превратить в, значит, для двумерной сферы. Была лекция Александра Ханевича Шиня. Нам потребуется, к сожалению, многомерная теория Мурску. Давайте я вот не буду доказывать ни двумерную, ни многомерную сейчас. А посчитаю, что нужно сказать, что ученые доказали. Хорошо? Вот есть такой факт. Так вот, я сейчас из вот этой теорены выведу вот про эти самые три открытые множества. Если у нас есть три открытые множества, которые покрывают двумерную сферу, то хотя бы одно из них содержит диаметральную противоположную точку. Господа, на самом деле не так уж и сложно. Посмотрите, здесь сверху. есть множество, которое ее покрывает. Я не знаю, как оно устроено. Вот это один сфер, да? Есть двумерную множество, есть третье множество. Давайте мы введем такую функцию. Расстояние от точки сферы до дополнения первого множества. Скажите, пожалуйста, если вы берете точку, лежащую в первом множестве, в первом множестве, эта функция будет какая? Равна нулю или больше нулю? Расстояние от точки до дополнения первого множества. В первом множестве эта функция какая? Если точка лежит в первом множестве, то идти до дополнения еще надо идти. Если точка лежит в первом множестве, то вместе с какой-то ответственностью это все в первом множестве. До дополнения еще идти и идти. Значит, на первом множестве эта функция положительная или, может быть, равна нулю? Положительная. Положительная. Это, собственно, и есть одно из определений открытого множества, да? Что такая функция, она положительная на множестве. Потому что от любой точки до границы надо еще идти и идти. Да? Есть целая окрестность, принадлежащая первому множеству. Значит, f1 на первом множестве больше нуля. Все понятно? Угу. Хорошо. Хорошо. А понимаете, что есть еще такая же функция f2? Да. Ну и есть такая же функция f2. Так. Теперь смотрите. Что значит, что вся сфера покрыта тремя множествами? Понятно, что это значит, что любая точка принадлежит хотя бы одному из них. То есть в любой точке f1 плюс f2 плюс f3 больше нуля. То есть может быть, что f1 равно нулю. Пожалуйста. Может быть, что f2 при этом одновременно равно нулю. Тоже пожалуйста. Но их сумма обязательно больше нуля. Так? Так. Ну хорошо. Правда здесь говорили про какое-то непрерывное отображение или что-то такое. Будет вам сейчас непрерывное отображение? Я беру любую точку сферы и отображаю ее в точку с комбинатом f1 и f2. Смотрите. У нас есть теорема о том, что две противоположные точки перейдут в одну и ту же точку плоскости. Что это означает? Это означает, что противоположная точка... Давайте просто назначать минус х, да? Потому что в конце концов в координатах у нее просто надо координаты все, да? Минус х отображается вот сюда. f1 от минус х и f2 от минус х. И при этом у нас будет равенство. Одно из них должно быть нулёным. Потому что если они равны и положительны, то в таком случае это принадлежит первому множеству. И это то, что нам надо. Значит они оба нули, да? И эти оба нули. Потому что если они равны и положительны, то тогда принадлежит второму множеству и точка х и точка минус х. Ну это значит и это два нуля, и это два нуля, а значит они принадлежат куда? Третьему множеству. Третьему множеству. Давайте еще раз попытаюсь объяснить мысль. Мы как известным фактом пользуемся теоремой Борсука-Улума. Понятно? Третьему Борсук-Улума н-мерное утверждает, что если у нас есть сфера н-мерное в n-1 мерное пространство, и есть её непрерывное отображение в н-мерное и в клеток пространство, то какие-то две диаметральные противоположные точки перейдут в одну и ту же. Конкретно, когда двумерная сфера. Если есть надображение двумерной сферы в плоскость, то какие-то две диаметральные противоположные точки перейдут в одну и ту же. Вот этим фактом мы пользуемся теоремой Борс-Стур. Как мы используем этот факт для доказательства теоремы о покрытиях? Вот как. Если у нас есть двумерная сфера, для простоты двумерная, хотя в общем случае рома такой же, просто будет функций больше, для каждого множество будет своя функция. Если у нас двумерная сфера покрыта тремя открытыми множествами, то рассмотрим функции f1, f2, f3. Функция f1, это что такое? Расстояние до дополнения к первому множеству. Функция f1 положительна на первом множестве и равна нулю на его дополнение. Понятно? И то же самое, функция f2 положительна на втором множестве, функция f3 положительна на третьем множестве. Применяем теорему Борс-Стур к отображению, которое точку переходит в точку с координатами f1, f2. Замечательно. Найдутся две диаметральные противоположные точки, точка х и диаметральные противоположные точки, точка минус х, которые обладают таким свойством, что вот эта точка у нас у нас такая же, как эта. То есть f1 равно от х, равно f1 от минус х, f2 от х, равно f2 от минус х. Дальше, дальше очередной. Потому что если у нас вот это число, это одно и то же число, больше нуля, то это значит, что точка и противоположная принадлежат первому множеству. Значит это нельзя. Значит это 0. Если эти больше нуля, то принадлежит второму. Значит это тоже 0. Но если это 0 и это 0, то f3 это не 0. И если здесь 0 и здесь 0, то f3 тоже не 0. Они же не обязательно равны, эти самые f3, но они оба больше нуля. Победа? Да. Ну вот. Вот. Я вам объяснил, как эта теорема о покрытиях исследует из теоремы Морскулу. То есть, ребята, Морскулу это, повторяю, тяжелая и очень интересная, имеющая много разных применений штука. Теперь нужно рассказать, как из вот этого топологии, из того, что я рассказал о покрытиях, вывести вот это вот штука. Что у нас хи не больше, чем н минус ака плюс ака. Ну вот, противоположность. Пусть грамматическое число графа сняется, да, не очень большое. В таком случае мы с вами получим противоречие с теоремой о покрытии сферы. А именно, мы сейчас рассмотрим D-нервную сферу. Ну, естественно, в D-нервном пространстве. Итак, у нас имеется D-нервная сфера. На ней мы с вами расположим N-точек. Только, очень важно, это должны быть N-точек общего положения. На всякий случай, все понимают, что такое, скажем, три точки общего положения на плоскости. Ну, значит, там напрямую не лежат, никакие две не совпадают. Понятно, да? Что такое на сфере эти самые точки? Да, интересно, че-то ухажают. Когда вы берете какую-нибудь точку, еще точку, то через них и центр сферы можно провести большой круг сферы. Правильно? Так вот надо, чтобы третья точка ни в коем случае сюда бы не легла. В случае двумерной сферы две точки могут лежать на экваторе. Давайте большого круга назвать экватором, да? Много таких экваторов. А вот три уже нельзя. Так, давайте сообразим, если у нас д-нервная сфера, то в таком случае на экваторе сколько максимум может быть точек? По-моему, это двумерная сфера, две, да? Ну и, соответственно, д-нервная сфера, то есть ни на каком экваторе больше, чем д-точек не лежит. Отлично. Отлично. Это мы с вами поняли. Теперь пора вводить открытые множества. Во-первых, у нас есть n-точек общего положения. Когда вы берете любые k из них, то мы считаем, что они покрашены в один из две цветов. Правильно? Да. Мы предположили, что есть на веках покраска. И если два множества не пересекаются, то они должны быть обязательно покрашены в разный цвет. Ведь если два к множества не пересекаются, то это означает, что в графике кнезера там есть лебро. А концы лебра должны быть разного цвета. Так? Да. Так, замечательно. И вот теперь, значит, главная картинка этого экваторства. Это все-таки удивительно, когда выясняется, что топология и комбинаторика вот так напрямую связаны. Берем произвольную точку нашей двумерной сферы. И через центр сферы проводим муниципулярный кратерус. Можно провести? На двумерной сфере это будет вот так. Ну, понятно, да? А в общем случае, ну, как бы, берете перпендикулярную плоскость, гиперплоскость, через центр сферы к этому радюсу. Сфера взорвется на две полусферы. Правильно? Угу. Замечательно. Так вот, вы смотрите на ту половину, которая эту точку содержит. Она есть точка ифс. И выбрасывается экватор и эту обую половину. То есть берете то, что называется открытая полусфера. У нас, как помните, есть н-точек. Некоторые из них могут оказаться в этой самой открытой полусфере, да? Ну, могут и не оказаться. Может, ни одной не оказаться. Так, пока все понятно. Мы берем все, что выше вот этого. Все, что с этой стороны. И точку икс, или не берем? Ну, конечно же. Это половину. Открытую полусферу. Там есть, ну, могут быть, точнее, некоторые из наших н-точек. Угу. То вот эту точку в такой цвет мы красим. Повторяю. Вот есть уктанус здесь на из-к точек, что в книзеровском графе они покрашены в какой-то цвет. То вот эту точку мы красим в такой цвет. Понятно? Угу. Ну, заметьте, пожалуйста, что эта точка может приобрести несколько цветов. Если у нас здесь есть, ну, несколько разных коэлементов множеств, то эта точка может приобрести несколько цветов. Цветов у нас было D штука. Поэтому мы получаем множество A1, A2 и так далее, A, L. Поскольку до конца доказательства осталось буквально там несколько слов, то я сейчас еще раз повторю определение, скажу, что такое множество H-история. Значит, у нас есть некоторые вершины книзеровского графа, покрашенные в шестой цвет. Так? Берем произвольную точку сферы. Берем вот эту шапочку, открытую полусферу, в полусфере, вот, и смотрим, нет ли там K-точек, образующих покрашенные в шестой цвет. Если они там есть, то только говорим, что точка Х принадлежит на шестой. Если нет, то нет принадлежит. Все понятно? Заявление. Поскольку мы здесь каждый раз брали открытую полусферу, то все эти множества открыты. Это что значит открытая полусфера? Это значит, что если точки, вот, наши N-точек принадлежали, то они не где-то там на экваторе, а по-настоящему принадлежат внутри. Значит, если мы точку чуть-чуть подергаем, то это не будет заметно. Да. Все эти множества открыты. Вы мне, правда, сейчас выгрозите, что это такое. В теореме у нас же был разговор о том, что, там, скажем, двумерная сфера покрыта тремя. А здесь я говорю, что двумерная сфера, а покрыта без множества. А очень просто. Вообще-то, не из чего-то следует, что сфера будет покрыта этим множеством. Поэтому я возьму еще такое множество. Все, что не вошло сюда. То есть я беру сферу и выбрасываю из нее объединение всех этих пашин. Понятно? А вот теперь точно сфера покрыта. Обратите просто внимание. Все эти открыты. Объединение открытых открытое. А дополнение к открытому замкнутое. Я, правда, не говорил еще, что такое замкнутое. Если угодно, можно сказать, что замкнутое – это дополнение к открытому. Замкнутое множество, как можно доказать в анализе, это обязательно делать в самом начале изучения этой темы – это множество, содержащее все свои предельные точки. То есть если у вас есть последовательность, она куда-то стремится, то предел тоже, скажем, с точки зрения этого множества замкнутое, то предел тоже придержит. И у нас получается, вот это множество, давайте назовем множество B, у нас получается всего D плюс одно множество. D штуков открытых и еще одно замкнутое. Пока все понятно? Угу. Пока все понятно. Вот дальше пошли варианты. Потому что либо у нас с вами какая-то точка и противоположная лежит в одной из А-шек, либо какая-то точка и противоположная лежит в Б-шке. И так сказать нельзя, потому что теорему мы доказали для кого? Для открытых и открытых. А здесь для D открытых и одного замкнутое. Будет, да? То есть у нас проблема в том, что теорему доказали для открытых, а здесь оно замкнутое. А давайте мы берем не множество B, а его окрестность. Что такое окрестность множества, понимаете? Да. Это надо в каждой точке множества взять шарик одного и того же радиуса и все их объединить. Возьмем B эпсел. Эпсел маленькое число, тогда оно будет уже не замкнутое, а оно будет открытое. И теперь, ну эпсел это будет произвольное число, которое больше нуля. Вот. И теперь, поехали. Первый случай. У нас одно из вот этих множеств содержит диаметрально противоположные точки. Вот представьте себе, есть точка Х и есть точка минус Х. И при этом они обе покрашены в один и тот же цвет. Ребята, это полная абсолютная чушь. Почему? Потому что что значит, что точка Х покрашена в какой-то там, не знаю, в шестой цвет? Это значит, что здесь есть К точек, которые образуют в шестой цвет покрашенное множество. Так? Да. А что значит, что это точка покрашена в шестой цвет? Это значит, что в этой полусфере есть шесть точек покрашенных, да? Да. Так, эти с этими же не пересекаются, то есть у вас есть К-элементное множество здесь, не пересекающиеся с ним К-элементное множество здесь, и они одного цвета. Так не бывает, потому что есть ростонграфия, два не пересекающихся К-элементное множество, это все именно или правда. Значит, здесь не может быть, так? Да. Значит, для любого положительного числа Эпсона в вот этом множестве есть что? Две диалитеральные противоположные точки. Потому что мы конструкцию делали для любого числа Эпсона. Мы делали конструкцию для любого положительного числа Эпсона. Каждый раз, если бы у нас 10 получали, то было бы плохо. Значит, у нас каждый раз получалось 10. Отлично. Ну, дальше все понятно. Для ε равного 1, 1, 2, 1, 3, и так далее, и так далее, мы берем соответствующую диаметру ложной точек. Сфера некомпактная, поэтому на сфере у любой последовательности точек есть предельная. Значит, при сравнении ε к нулю мы в пределе получим, а множество будет замкнутое, поэтому предел будет, ну, мы будем сходить к нужной точке, и мы получим такое замечательное, что есть две предположенные точки, которые обе принадлежат множеству 2. Проще говоря, они обе не покрашены ни в какой цвет. Что значит они не покрашены ни в какой цвет? Это значит, что вообще-то в этой открытой полусфере точек не больше, чем к минус 1. Потому что если в этой открытой полусфере есть к точек, то у них уже есть какой-то цвет, и она была бы покрашена. Замечательно. А что значит, что я этот точек не покрашен ни в какой цвет? Значит, в этой открытой полусфере точек максимум к минус 1. Отлично. Помните, сколько всего было точек? Н. Н. Если у нас в этой открытой полусфере максимум к минус 1, и в этой максимум к минус 1, значит, сколько будет на экваторе? Надо из числа n вычесть к минус 1 и еще раз вычесть к минус 1. Это сколько будет? Н минус 2, к минус 2. Н минус 2, к минус 2. Это что такое? Это плюс 1. А помните, в самом начальном, есть с ним что говорили, n точек общего положения. на экваторе лежит максимум d. Понял? На экваторе лежит максимум d точек. А здесь получилось, что на экваторе должно лежать не меньше, чем d плюс 1.